При каждой вершине клоунного угольника отметили внешний угол. Найдите сумму величин всех таких углов. Замечательно. Её надо всем объяснить сейчас. Если вы не помните, значит, вы её не знаете. Проблема такая. Вы знаете теорему, вы знаете её рассказать. Это не вполне так, что называется в обзорской математике, потому что понятно, что совсем всё помнить невозможно. Но в школьном курсе математики это безусловно так. Если вы эти простейшие вещи какие-то знаете, то их, конечно, надо знать и доказать. Вот они вам углы. Будут добры доказать, что каждый нельзя, в сумме можно. Сумма человека это... Ой, лоспись угольника это 5,2 на 180. Это сумма всех. Да. Да, хорошо. Я назвала на 180. Вот здесь как раз лучше с n. Потому что хорошо бы эту задачу решить для любого угольника. Ну, не важно. Дальше что? Дальше у нас есть вот n вот таких вот уголок от 180 градусов. Это получается n умножить 180. И получается из них надо вычесть вот это вот. Да. получается n умножить 180 минус... n умножить 180... n умножить 180. n умножить n умножить 2. Да. n умножить 2. Ну всё, работали всё. Спасибо. На самом деле это можно делать, наверное, еще разными, другими способами. Например, один из очень понятных и наглядных способов состоит в том, чтобы нарисовать что-то в этом ёжке. Представляете, в каждой стороне построен френдикуляр. И давайте проследим за тем, что происходит, когда мы переходим от одной стороны к другой. Вот у нас есть френдикуляр, а здесь френдикуляр. Какой возникает угол между ними? Насколько повернулся? Вот возникает такой угол. Если вы отклонили прямую на сколько-то, то перпендикуляр к ней отклонится ровно на столько. И так каждый раз. И получается 350. И так каждый раз. Иногда то же самое решение рассказывают чуть-чуть по-другому. Говорят, а давайте возьмем где-нибудь внутреннего угольника точку, и из этой точки опустим перпендикуляр. Понятно, да? То есть непроизвольно возьмем стрелочный, как я здесь, перпендикулярно, а вот источник опустим перпендикулярно. Тогда эти углы даже прямо вот здесь вот образуют 360 градусов. Понятно? Иногда то же самое рассказывают так. Возьмем какую-нибудь каску, и будем двигать, вот она вот здесь каска, видите, один конец света, другой черный. Вот, и будем двигать вот так, поворачиваясь каждый раз, видите? Что произошло? Совершен один полный оборот. Ну и все, вот, да, 360 градусов. Вот, хотя это решение вычлительное, вот, сумма углов, оно тоже, в общем, абсолютно понятно. Спасибо.